Здравствуйте, близнецы! Это совет Купидона для вас на июнь 2017 года. Это для парных, вот эти три карты в начале прогноза. Это для людей, кто в паре, семейные, но очень долго встречаются, живут вместе и так далее. В атмосфере месяца легла четверка жезлов, прекрасная карта. В совете карт Колесо Фортуны, антисовет Пятерка Пентакли. Дно колоды у вас иерафант. Карта брака, традиции, стабильности, семьи. Ну, такого понимания, зрелости такой, понимаете, прощения и так далее. Что я хочу сказать, дорогие близнецы? Ну, расклад-то у вас прекрасный. Я имею в виду сама атмосфера, дно колоды. Четверка жезлов – это карта стабильности, уюта, хорошей семьи, совместного отдыха, каких-то праздниц, торжеств. Конечно, у вас будут дни рождения, заранее не поздравляют, поэтому не буду. Но здесь дело не только в этих ваших днях рождения. Вообще у вас все хорошо, все на местах. Замечательный дом, замечательная семья, судя по картам, все прекрасно. Ну, единственное, сразу хочу сказать, кто собрался из близнецов со своим семьей, со своим партнером, со своей второй половинкой на отдых, езжайте с Богом, говорят карты, не тревожьтесь, не печальтесь ни о чем. Все, потому что все будет хорошо. Отдохнете, насладитесь, смените обстановку. Замечательно. Сдается мне, покуда я вижу вот эту пятерочку пентаклей в позиции проблемной, что вот дома, между собой, между вами и второй половинкой все замечательно. Но есть какие-то другие, видимо, переживания и тревоги. Как правило, пятерка пентаклей у нас переживания по поводу чего-то физически материального, то есть здоровье, деньги, работа, будущее, нас беспокоит, например, что в сентябре нам надо вот такую сумму оплатить, где мы деньги возьмем. То есть если вы будете в июне, живя в четверке жезлов, под защитой, как говорится, Господа, у вас, ваша, находится семья, будете вот этой ерундой заниматься, ну, сами себе испортите июнь. Что я могу сказать? Потому что, понимаете, нам вечно что-то не хватает, вечно. Мы вечно за что-то переживаем и тревожимся. Порой, по пятерке пентаклей, мы тревожимся о том, чего у нас еще и не факт, что вообще неизвестно, будет ли это, случится ли это, будут ли эти проблемы, надо ли за это переживать, а мы переживаем. Доверьтесь Вселенной, что она мудра, а потом все течет, все изменяется. Помните об этом, помните, не сетуйте на жизнь, не накручивайте себя, не ощущайте себя каким-то там обделенным, неполноценным, что-то вам не хватает. Даже если у вас какие-то действительно сложности, допустим, там финансового характера, там с работой что-то не клеится, еще что-то, это не повод. Вот поверьте, вот колесо фортуны не зря вышло. В свой момент удача и вам улыбнется. Это самое главное, что я хотела сказать. То есть прекратите тревожиться, печалиться, не гневите Бога по пятерке пентаклей, потому что часто, когда мы оказываемся в этой карте, мы начинаем, знаете, все нам не так, все нам не то, мы очень сильно, очень прям начинаем жаловаться и плакаться, типа мы такие чем-то там обделенные. Не надо этого делать. Мы все вот в этом колесе крутимся периодически, и взлетаем, и падаем, и жизнь бьет ключом, потом раз по голове прилетело, потом мы опять взлетели, встали на ноги. Это нормально, это же цикличность какая-то в жизни присутствует. Помните об этой цикличности, и помните о том, что удача нам и улыбается, и отворачивается фортуна к нам красивым задним местом. По-всякому бывает. Но никогда мы не остаемся вечно брошены на холоде, замерзающие и там несчастные. Тем более у вас тут никто не замерзает, никто не несчастен. Правда, уютный дом, замечательно все, такая вот уютная стабильность в первую очередь, и хорошие взаимоотношения. Так что не портите себе июнь. Дорогие парные близнецы, удачи вам. А теперь мы посмотрим, что же ждет свободных людей. Троечка Пентакли. То есть вопрос я задавала, дорогие близнецы, следующим образом, есть ли возможность и какая возможность для близнецов в июне познакомиться и, ну как бы, наладить свою личную жизнь. Тройка Пентакли. Конечно, карта не очень романтичная, но мне так видится, что вероятность знакомства существует безусловно, потому что карта, в общем-то, достижений, карта успеха. Здесь нет тузакупков, здесь нет фонтана чувств, поэтому я могу предположить, что познакомиться высока вероятность, когда вы либо по работе где-то будете, либо по каким-то делам, либо там, допустим, по учебе, ну, не знаю, там люди на тренинги, на курсы ездят, да, либо даже по каким-то делам, ну, как вот мы за покупками, когда идем, да, там в торговом центре, в бутике в каком-то. То есть вот такое впечатление, что знакомство, оно не на каком-то празднике, а больше как, когда вы чем-то были заняты, да, вот будете заняты чем-то по существу, и оно может случиться. Радует меня что? Что тройка Пентакли карта, хоть и не романтичная, но зато здесь у нас есть взаимодействие людей, есть успешность определенная, и нет никаких блоков. То есть ничто вам пространство никак не закрывает вероятность знакомства. Совет карт я хотела, совет и антисовет для того, чтобы вы это знакомство не упустили, на что обратите внимание, что делать не надо, то есть это же тоже очень важно. В совете вышел король Пентакли, в антисовете вышел принц Жезлов. Мужчинам, я бы сказала так, только не обижайтесь. Если вы хотите, мало того, что познакомиться, то мало, надо же как бы продолжить отношения, надо же их удерживать и строить, да, для того, чтобы это произошло. Во-первых, не надо высматривать отношения на одну ночь, да, не стоит, ну, не надо лишней бравады, не надо хвостовства, не надо вот этого я-я-я, не надо такой какой-то поверхностности, что вам что-то там она говорит, а вы вообще ее нафиг не слышите. Король Пентакли – человек очень общительный, человек внимательный, человек галантный и такой более серьезный, показывающий, что ему не только чисто детка пойдем, это самое, мы с тобой сейчас развлечемся, а потом я ускочу, что вы и позвоните, и, ну, как, уделите ей внимание, красиво себя проявите человеком последовательным, серьезно настроенным, желающим продолжать и поддерживать эти отношения. Ну, такой вот совет, по крайней мере, чтобы не только познакомиться, но и удержать. Девушкам я бы посоветовала следующее. Больше обращать внимание на мужчин, которые действительно… Здесь, конечно, я бы еще возрастную, для некоторых, не для всех девчонки, возрастной аспект имеет значение. Принц, он помоложе, и он такой вот, знаете, ну, действительно как… Нет, он душа компании, очень яркий человек, такой весь харизматичный, обаятельный, очаровашка, но он не готов к серьезным отношениям. Все, что он может предложить, это шикарную ночь, вечерок, парочку провести, все, и его не будет. Он свободолюбивый, он еще не созрел для этого, он не готов к этому, все, ему вот классно время провели, детка, и что тебе надо от меня? Вот если вы хотите не просто познакомиться, но и продолжать отношения, то, видите, предпочтение есть смысл отдать все-таки людям, мужчинам, которые уже готовы к отношениям, которые самодостаточны. Я сейчас не про кучу бабла в его карманах и на расчетных счетах, я про то, что человек уже устоялся, человек больше нацелен на то, чтобы… Ну, он такой более, как вам сказать, стабильный, ровный, спокойный, он уже готов поддерживать, продолжать отношения, он даже готов жениться со временем, понимаете? Вот этот еще долго не будет готов, а этот уже созрел. То есть натура зрелая, человек внимательный, человек, который себя галантно проявляет. То есть если вы познакомились с человеком и на следующий день о чем-то договорились, а его только пятки сверкают и след простыл, то, значит, такой вам человек просто не нужен, не надо даже скоблиться к нему, не надо время на него тратить. Если этот человек, он сам позвонит, он обязательно поинтересуется, он сам предложит, пригласит. Вот такие вот акценты вам надо расставлять. Для кого-то из близнецов, возможно, есть смысл все-таки присматриваться к мужчинам чуть постарше, чтобы не нарываться постоянно на вот таких вот ветреных, классных, но ветреных пацанов. Ну, так что, в общем, ничего не заблокировано, все прекрасно у вас, близнецы, замечательный июнь, я вам желаю любви, счастья, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова